возвращаемся в программу час ивана денисова телефон студии 847 400 5200 на тот случай если у вас будут вопросы а пока вот о чем проходили слушание в конгрессе о белом национализме вот такая проблема вдруг возникла давайте об этом немного потом примем звонки да я считаю что это было абсолютно позорное действие позорное для демократов который раз потому что инициатива их и комитет палаты юридические возглавляет уже всем хорошо на знакомые и надоевшие недлер и он себя вел отвратительно о чем чуть позже и само мероприятие было освещено очень тенденциозно истерически и республиканцы отчасти сами это сделали так чтобы говоря современным языком снова патролли демократов у них это получилось но опять насколько отвратительно себя показали современные средства массовой информации демократы вроде уж сколько можно удивляться но опять ну хватит уже уймитесь а им все не имется дело в том что хотя в мы все видим что у нас по всю пору происходит преступление против христиана в нигерии например в самой палате обретается ильхан амара у которой кругом еврейские наемники и для которой 11 сентября это когда какие-то люди что-то сделали о чем мы тоже все уже премного наслышаны но вот да главная проблема это белый национализм и надо разобраться как с этим бороться и вот тут республиканцы конечно сделали очень сильный ход как я и сказал так как их основные свидетели это были кэнди соуэнс и морт клайн как нетрудно догадаться кто знает спай поняли о чем речь кто не догадался уточню что кэнди соуэнс это чернокожая активистка а морт клайн это еврей и то что они сказали разумеется сорвало крыши заставило кипеть мозги у леволиберальной прессы уже неделю как потому что такого потока оскорблений в адрес евреи и чернокожие женщины со стороны левых ну я не припомню примерно две недели как а может быть больше но в общем лютую что сказал клайн клайн он просто напросто рассказал о том что существует и процветает поощряемый мусульманами антисемитизм что он происходит и на кампусах что организации с озвученными названиями там все на защиту палестины и так далее и тому подобное являют собой обычные антисемитские группировки которые преследуют евреев и самое страшное что сказал клайн это то что во первых назвал того антисемита который расстрелял синагогу противник человеком ненавидящим трампа а второе назвал новозеландского стрелка левом террористом который восхищается китаем что здесь не так словах клайна я не знаю все абсолютно точно совпадает с действительностью но естественно было объявлено в прессе в заголовках можете просмотреть если у вас конечно же крепкие желудки и нет высокого уровня раздражительности что клайн естественно сломофоб потому что он сказал разные сломофобские вещи и критикует мусульман и что как это вообще можно называть террориста из новой зеландии левом если он что-то хорошее сказал про трампа то что так между нами про трамп кое-что хорошее говорят например разбиратели сандерса да некоторые то что там какие-то левые даже философы вроде жижика говорят про трампа что-то положительное и при этом они остаются левыми это прессу не волнует но вот то что раз раз где-то этот террорист упомянул каким-то там одним предложением трампа добрым словом значит он сразу же правы естественно то что он любит китая ненавид богатых и сам себя причисляет к экофашистам но это никого не волнует как бы тем не менее клайн был прав с оуэнс там вообще случилась истерика потому что оуэнс она затронула один из самых любимых мифологических образов американской истории вообще а это пресловутую южную стратегию то есть сам по себе оуэнс говорила вечера опять-таки разумная что процветают демократы нагнетают ненависть напомнила что куклуксклан это террористическая боевая группировка демократов что так и было напомнила о том что на сегодняшний день демократы вот подобными делами борьбой с этим белым национализмом отвлекают от реальных проблем от развала и деградации черной семьи прежде всего но между делом она упомянула что вот нас еще нам говорят про то чего не было например про южную стратегию и вот тут понеслось что нет как же это так все мейнстримные историки говорят что южная стратегия была вот же она перед нами случилось такое что республиканцы стали обращаться к расистам с юга в 60-е годы и поэтому все расисты с юга перешли под знамена республиканской партии поэтому все поменялось и так далее и тому подобное а между тем овальст была права и если бы все эти политефакты прочие якобы фактчекеры смотрели не ссылались бы на левых историков они ссылались на них потому что я ради интереса поглядел на кого они ссылаются а посмотрит например джеймса роузена журналист очень авторитетного и именно как журналиста специалиста по расследованием а уильяма сэфайра который да он лауреата пулицеровской премии между прочим который работал в администрации республиканской но который точно не был тем кто однозначно хвалит все что делают республиканцы и который очень точнее всех и объяснил эту южную стратегию и многих других то они увидят что южная стратегия действительно миф то есть да какое-то количество разочарованных в поливении демократов их однопартийцев перечли на сторону республиканцев их было мало а перешедший например стром торманд на которого так любят ссылаться он изначально был скорее не консерватором а прогрессивистом сторонник нового курса и так далее и только став республиканцем он не только перебрался на более консервативные позиции но еще и например полностью отказался от своего сегрегационистского прошлого он поддерживал кандидатуру кларенса томаса и голосовал за то чтобы день рождения кинга станет праздником а вот целый ряд действительно сегрегационистов которые были против маккарти против войны во вьетнаме но при этом за сегрегацию за новый курс рузвельта они никуда не делись они остались и гор какой-нибудь старший и фулбрайт и эрвин и можете поискать их фамилии то есть никакого массового перехода не произошло и те самые демократы которые разочаровывались может быть в хюберте хамфри в 68 году они голосовали не за никсона за джорджи волица как раз сегрегационисты и даже такая вершина величина в либеральной истории как истории науки я имею ввиду как артур шлезингер он например писал что сегрегационисты уже про 72 год будут голосовать не за никсона за макгаврона это заметься опять либерал говорит а не какой-то там консерватор так что это вымысел была история когда южные депутаты демократы обращались к никсону чтобы он им что-то пообещал во время съезда партии республиканской 68 года никсон им сказал что скорее всего постарается назначить судью и не будет настаивать на принудительном вот этом как по-русски развозе на автобусах вот собственно все более ничего он им такого чего он бы не сказал своих выступлениях не делал не обещал и поэтому действительно миф о том что существует южная стратегия как расистское некое движение это миф то что какое-то количество демократов стали голосовать за республиканцев разочаровавшись это да но дело было ни в коем случае не в расизме дело было в поливении демократов и в том что у разочарованных был выбор если вы сегрегациониста у вас есть уоллес если вы понимаете что вы консерватор то вы у вас есть никсон вот собственно и все и тот же сэфайр подводя итог сказал что южная стратегия это не политический термин ни в коем случае это термин изобретенный левыми обозревателями прежде всего джоэлс об такой был колумнист а для того чтобы атаковать республиканцев все и это действительно лучший довод и лучшее объяснение южной стратегии которые вы можете найти но кто будет читать словарь сэфайра подумаешь пулицеровскую премию дали человеку нет вот надо выкапывать левых историков и наброситься на оуэнс хотя повторю еще раз оуэнс была абсолютно права назвав южную стратегию как российская политическая какую-то какую технологию мифом и второй момент это тэд льо конгрессмен попытался разоблачить оуэнс и включил какой-то фрагмент ее выступления где она говорит о гитлере называют что национализме что гитлер вроде бы пытался делать что-то хорошее оуэнс начинает объяснять тэду лью что это так не делается потому что ее выступление оборвано и там где она рассказывает что гитлер был преступником и вот таким образом считать национализм националистам нельзя но она произносит фразу что конгрессмен льо полагает чернокожих глупыми и вот тут просыпается недлер и говорит нельзя называть конгрессмена глупым оуэнс очень трудно сбить с толку она девушка бойко и остроязыка но это был тот редкий случай когда растерялась даже она то есть и ее можно понять то есть представьте себе вы объясняете свою позицию вы доказываете свою правоту и вдруг вам следует замечание от председателя комитета из которого следует что вас не слушали все это время недлер получается пропустил мимо ушей вообще все что она говорит и только услышав слово глупый и конгрессмен в одном предложении он решил что она характеризует такими словами конгрессмена льо хотя он того заслужил и несмотря на все обращения к недлеру все что мы увидели это какое-то совершенно отвратительное движение плечами типа того знаете такой именно расистский жест ну подумаешь чернокожие там что-то говорит да какое мне до нее дело что хочу то и слушаю поэтому я считаю что и недлер и демократы палаты которые присутствовали на этих слушаниях показали себя наимерзейшим образом в который раз но тем не менее но и пресса увы продемонстрировала себя далеко не с лучшей стороны показав напомнив нам всем как она пресса ненавидит черных и евреев если те не следует партийной то есть демократической линии и как вольно пресса обходится с историей выбрав вот себе создав себе мифологию опираясь на нее и на ту мифологию которую созданы создали леволиберальные же авторы историки колумнисты и панически боится любых посягательств на то чтобы эта мифология была разрушена здесь я наверное вот умолкну у нас там еще был третий сегмент но на него мы точно похоже в следующий раз абсолютно с вами согласен демократы показали себя собственно кто они есть и это была такая типичная сцена недлер либо настолько туп что не понимает смысл сказанного либо действительно пропускает все мимо ушей мы не интересует мнение за свидетелей которые не разделяют его лево радикальную точку зрения тэд лью это один из мерзейших конгрессменов я помню как он каждый раз выскакивал на все телеканалы него с удовольствием приглашали по поводу того что трамп в сговоре с русскими украл выборы у хилари клинтон два абсолютно мерзких типа но но это типичная ситуация это не выходящие из ряда вон ситуация это типичная ситуация характеризующая нынешних демократов которые сидят в конгрессе абсолютно у нас была попытка позвонить дозвонит дозвонитесь пожалуйста похожего человек несколько раз пытался мне не хотелось вас прерывать телефон студии по-прежнему восемьсот сорок семь четыре ноль ноль пять два ноль ноль нас еще есть пару минут времени да вот пожалуйста вы в эфире здравствуйте можно вернуться немножко к китаю да пожалуйста если успеем не кажется ли вам что и соединенные штаты немножко поспособствовали восстановлению китая переводя туда свои компании особенно при клинтоне инвестиции туда пошли и вот это наверное тоже способствовало возрождению до такой степени китая как вы считаете я считаю да но вообще связи-то клинтонов с китаем их по-хорошему бы надо расследовать потому что вот там-то деньги китайские на компанию девяносто шестого года шли и шли немалые и что в обмен на это клинтон обещала тоже до конца осталось неясным поэтому здесь разбираться с тем связями клинтона и китая еще надо не уверен к сожалению что даже бар на это пойдет хотя видите да тоже раз уж время осталось и тема всплыла он упомянул что надо разбираться с тем что происходило во время компании и за слежкой за штабом трампа надеюсь что у него в этой области получится у барра хотя уже и травля барра идет во всю как вы могли заметить а клинтона тут до него доберутся вряд ли но вообще тоже там много мутных делишек вертелось что касается китая задумка то была неплохая вытащить из нищеты открывается потенциально колоссальный рынок для американских давно как это было реализовано это уже другой вопрос это уже другой вопрос недальновидная политика корпораций правительства американского которая смотрела на все происходящее сквозь пальцы и я думаю это не случайно это не для того что тупые а многие политики в том числе и по сей день работающие заседающие в конгрессе неплохо нагрели руки на бизнесе с китаем я думаю что этим все объясняется хотя в принципе еще раз некоторые еще держали себя шоферах китайских шпионов по 20 лет между прочим а что касается с экономической точки зрения этому мог быть потенциальным рынком огромным совершенно для американских производителей но получилось все как-то несколько иначе чем задумалась иван огромное спасибо и до встречи в следующий раз спасибо вам до встречи спасибо 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 Продолжение следует...